Ограбили товарища. Двое мужчин под угрозой применения оружия отобрали у своего знакомого деньги. Полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении. Все подробности прямо сейчас. Следствием было установлено, что 22-летний и 28-летний товарищи пришли домой к своему знакомому и стали требовать деньги. Кроме хозяина квартиры, в помещении находился и его коллега. Нападавшие достали нож и забрали у мужчин 8 тысяч рублей. После чего тут же скрылись. По горячим следам грабителей удалось задержать. Ими оказались ранее несудимые жители Казахстана. Кроме того, злоумышленники нигде не работали. По данному факту заведено уголовное дело. Не смог открыть дверь и решил ее выбить. Челябинец сломал входную группу в подъезде многоэтажки по улице Телевизионной. Пьяный мужчина попытался войти через дверь, но она ему не поддалась. Тогда он решил ее выбить и просто перешагнуть через перекрытие. Все происходящее зафиксировала камера наблюдения. На место тут же прибыли бойцы ГБР. Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции. Теперь ему придется восстанавливать дверь за свой счет. В Магнитогорске мужчина устроил погром в круглосуточном магазине и угрожал продавцу ножницами. Он бил бутылки с алкоголем. Тару со спиртным дебошир кидал в витрину и окна торговой точки. В итоге разбил все вокруг и еще поранил другого посетителя. Нарушителем оказался 34-летний местный житель. Его скрутили сотрудники Росгвардии. Правоохранителей вызвала 34-летняя девушка-продавец магазина. За погром в магазине, а также угрозы кассиру, мужчине грозит уголовное наказание. Этот мужчина пытался ограбить продуктовый киоск и разбил машину скорой помощи в Магнитогорске. В павильон он пришел ночью, разбил окно и пытался выломать дверь. А после неудачных попыток кинулся под колеса проезжающей мимо кареты скорой помощи и запустил в нее стеклянную бутылку. На место прибыли охрана киоска. Мужчину скрутили и увезли в психиатрический диспансер. Запихал в себя, словно в тележку, этот мужчина зашел в магазин в селе Агаповка и сразу направился к полке с кисломолочными продуктами. По пути прихватил колбасу, ее спрятал во внутренний карман куртки, потом принялся за сыр, набрал упаковок 7, отошел к другой витрине, где технично разложил все пачки по карманам, а потом покинул магазин, ни за что не заплатив. Сладенького захотелось. В тракторозаводском районе мужчина украл коробку профитролей, покупатель зашел в магазин, выбрал товар, после чего взял с витрины коробку профитролей с кремом и поспешил скрыться из магазина, не оплатив товар. Вора подъездных плафонов поймали в Челябинске. Эти кадры теперь улика в материале уголовного дела. Ранее судимый 33-летний челябинец похитил 5 плафонов. Они исчезли из дома по Свердловскому проспекту. Сумму ущерба коммунальщики оценили почти в 10 тысяч рублей. Как читают в полиции, подозреваемый проник в подъезд, позвонив в одну из квартир. Жильцам сказал, что он курьер и попросил открыть дверь. Похищенные плафоны стражи порядка уже нашли и после проведения необходимых следственных действий вернут ТСЖ. Задержанного после допроса отпустили, взяв с него обязательство о явке. 32-летний рабочий украл строительный инструмент. Поздно ночью взломал замок вагончика прицепа и унес сварочный аппарат, пилы по дереву и металлу, дрель, оптический прибор, лазерный уровень. Общей сложности инструмента было похищено на 80 тысяч рублей. Позже выяснилось, что строительный инструмент украл мужчины, который ранее работал на этом предприятии. Похищенное он успел продать в Челябинске. В суд ушло дело семьи южноуральцев, которые обчистили грузовые поезда на станции Кунашак. Они похитили черного металла на полмиллиона рублей. По версии следствия, с июля 2021 года по октябрь 2022 года совершили из полувагонов грузовых поездов ряд хищений лома. Украденное принадлежало различным коммерческим организациям. Часть похищенного удалось изъять и вернуть потерпевшим компаниям.